Здравствуйте! В эфире передача «Популярная безопасность» с вами Дмитрий Пудов и ведущий передачи Сергей Шерстабитов. Добрый день! Сегодня у нас в гостях Артем Михайлович Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Здравствуйте! Здравствуйте! Артем Михайлович, в наше стремительно изменяющееся время, когда технологии шагают семимильными шагами, скажите, как представитель регулятора, который знает и тонко чувствует на кончиках пальцев то, что происходит в плане безопасности в финансовом секторе, Как меняется ландшафт угроз, ландшафт злоумышленников? Начнем сразу с места в карьер. Сразу, чтобы взять быка за рога. Да, на самом деле, мы сейчас явно видим, что злоумышленники активно ищут новые ниши. Если раньше шло перемещение в финансовом секторе, сначала от частного клиента к клиенту корпоративному, то есть юридические лица оказывались под ударом, потом под этим ударом оказались сами кредитные организации, то сейчас это такое шарахание злоумышленников в одну сторону, в другую сторону. И поиск, на самом деле, новых ниш. По какой причине я могу говорить о таких вещах? Прежде всего, в Банке России есть центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере или в простонародье финцерт. И он получает достаточно много информации от коллег из кредитных организаций и от других участников информационного обмена. И мы видим за последнее время, как активизировались злоумышленники по рассылке вредоносного программного обеспечения. Как правило, это хорошо подготовленные с точки социальной инженерии электронные письма, которые направлены на очень широкий спектр участников финансового рынка и на клиентов. Представляются от кого угодно. От федеральных органов, от банков, от коммерческих компаний. Причем вынуждают пользователя открыть то или иное вложение или пройти по той или иной ссылке по совершенно разным поводам. И, например, что там ваша налоговая задолженность появилась или еще какие-то. Простите, пожалуйста, перебью. Мне поступало письмо с сайта госуслуги, что характерно корпоративную почту, которую я на сайте госуслуги при регистрации не оставлял. Да, это тоже такой вот вариант. По сути, это веерные рассылки. То есть ни для кого не секрет, что злоумышленники активно собирают и потом торгуют этими данными в виде имейл-адресов. И дальше, собственно, получив такую вот базу, веерной рассылкой спам расходится. Ну, а дальше уже, в общем, кто поймает эту заразу. Что характерно, если раньше, когда злоумышленники пытались охотиться на юридические лица, или на те же самые кредитные организации, или вообще финансовые организации, то, как правило, это начиналось с сетевой разведки. Там небольшие дидос-атаки, небольшие сканирования. Вот сейчас этого практически нет. То есть дидос-атаки остались, и их достаточно много, но они носят совершенно другой характер. Либо это исключительно политические акции, либо это прикрытие иных каких-то заметаний следов, или других действий злоумышленников. А вот вся подготовительная работа, она аккуратненько переместилась в область социальной инженерии в виде подготовки вот таких вот рассылочек, в виде заманивания на сайт с вредоносным программным обеспечением. И, к сожалению, таких вот фактов стало очень много. Я позволю себе дополнить. Мне хотелось бы уточнить. Вы при этом смотрите только на российский рынок. Финсерд взаимодействует с международным сообществом для того, чтобы понимать, что будет завтра. Потому что не секрет, что так же, как и в теме мошенничества, вот этот бизнес, можно сказать, назвать уже это так, он стал международным. И то, что не работает в Восточной Европе, в Западной Европе. Я бы сказал, не то, что международный, он прежде всего трансграничный и наднациональный. Потому что сказать о том, где я из какой страны, какой там злоумышленник приехал, и вот чей он гражданин, это сейчас крайне сложно. Ну, несмотря на то, что Финсерд чуть больше года, то международное сотрудничество для нас тоже является приоритетом определенным. В этом направлении мы работаем достаточно основательно. У нас есть взаимодействие с коллегами из Казахстана, есть взаимодействие с коллегами из Белоруссии. Мы налаживаем взаимоотношения с малазийскими коллегами в Европе. Идет сейчас подготовительная работа к таким действиям. Как ЦЕРТ мы хотели бы вступить в организацию ФЕРСТ. То есть это объединение ЦЕРТов. В этом направлении мы работу проводим. Что касается такого вот трансграничности и наднациональности, когда мы встречались с коллегами и с правоохранительными органами Малайзии, там была очень интересная история. Они рассказывали о своих печалях, о своей забоченности. И привели в очень интересный пример, когда они выслеживали группу зломышленников, которая занималась скиммингом, то есть хищением данных с платежных карт непосредственно в банкоматах. И выяснилось, что ядро этой группы составляли по национальности граждане, не граждане, а именно по национальности молдаване, но с гражданством европейским, при этом говорящим на русском языке, осуществляющим свою вредную преступную деятельность на территории Малайзии, обналичивающим деньги вообще-то в Таиланде. Да, вот как назвать это? Как идентифицировать? Да, вот это русский хакер. Русский хакер, хотя из русского хакерства, там, извините, только разговор на русском языке более ничего. То есть вот эта проблема есть. Мало того, когда в начале года было достаточно много покушений на хищение денежных средств у кредитных организаций, непосредственно скоростных счетов, то мы вместе с коллегами из правоохранительных органов наблюдали ситуацию, когда для обналичивания этих денег сюда приезжали бригады гастролеров, это тоже граждане бывших республик СНГ, но постоянно проживающих там в Европе, сюда приезжающих просто вот за таким криминальным бизнесом. К разговору про Финсерд, поскольку он становится сейчас ядром, ядром такой обороны, организации защиты, что ли, как много российских банков подключено сейчас к Финсерду? Ну, на сегодняшний день мы в составе участников имеем где-то порядка 300 банков. По сути, это, я бы сказал так, 95% всей банковской системы, и количество активно участвующих в рассылке банков растет. Да, мы хотели бы, конечно, видеть всех, но это не является самоцелью. То есть, конечно, когда-то мы к этому придем, но это, еще раз говорю, это не самоцель. Основное, все-таки, это обмен информацией между участниками и оповещение вовремя, превентивное оповещение коллег о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться. Ну, в качестве такого варианта, недавний пример, не так давно, там, пару недель назад, несколько крупных банков испытали на себе атаки. Масштабные индивидуальные атаки? Ну, не то, что они масштабные, да, сколько само по себе. Достаточно продолжительные. Они продолжительные по времени, и сразу, соответственно, охвачено было несколько банков. Так вот, оперативный обмен, оперативная полученная информация от них дала возможность достаточно быстро оповестить другие банки, и, кстати, в том числе и операторов связи. Вы же наверняка сотрудничаете не только с кредитными и некредитными организациями, которые входят в сферу интереса Центрального банка, но, наверное, и с организациями, которые, вот, Телко-сектор, и наверняка, и это вопрос, сотрудничаете ли вы с организациями в области промышленности, в других секторах, которые также могут быть заинтересованы. В других секторах российской экономики, которые могут подвергаться атакам, и в то время... Для которых актуальны угрозы, которыми вы обмениваетесь своими партнерами. Такая интересная тема, перебивая друг друга, пошли. Ну, смотрите, помимо финансовых организаций, у нас сейчас там больше 20, и у других участников, среди них есть, кстати, органы государственной власти. Я сейчас не беру, естественно, там ни ФСБ, ни МВД, а это само собой. Да, это само собой, это с самого первого дня было одним из принципиальных решений, работать вместе с ними. А я как раз вот о других участниках. Там есть и представители госсектора, у нас даже есть муниципальные, так скажем... Образования. Образования, в основном, конечно, это все-таки специализированные организации, оказывающие услуги в области информационной безопасности. Это понятно, потому что нам друг другу есть, что сказать, и им поделиться, и нам, соответственно, есть, что дать. Это взаимовыгодный очень обмен, замечу, на бесплатной основе. Да, Телеком присутствует, да, у нас есть финансовые организации за пределами Российской Федерации, но вот других отраслей промышленности мы пока не видите в качестве участников. Мы открыты для сотрудничества, нет никаких вопросов для того, чтобы мы это самим. Да, но, скорее всего, есть какие-то отраслевые моменты, которые не позволяют им, наверное, прийти к нам. Хотя препятствий мы не видим. Кроме ценностей, которую вы несете для участников обмена, берут ли они на себя какие-то обязательства при этом взаимодействии? Единственное обязательство, они, собственно, это предоставлять нам, если что-то у них такое случается. И то это не обязательство, это добровольное, скажем, их желание, волеизъявление. Ну, знаете, с момента старта вот таких активных участников стало-то как раз гораздо больше. То есть мы, например, в день получаем по нескольку десятков образцов вот этих вот рассылок вредоносов. Хотя мы, замечу, не вирусная компания, и совершенно не обязательно, что к нам такие вещи должны приходить. Мы достаточно часто получаем информацию о подозрительной активности, которую банки у себя фиксируют. Мы работаем по методам и маркерам компрометации, которые нам присылают коллеги из компаний-разработчиков, поскольку они это у себя видят, они получают информацию от своих коллег. Артем Михайлович, спасибо большое. Мы с вами вернемся после рекламной паузы и продолжим диалог о финсерте. И снова здравствуйте. С вами передача «Популярная безопасность» и ее ведущие Дмитрий Пудов и Сергей Шустобитов. Я напоминаю, что у нас в гостях Артем Михайлович Версачев, заместитель руководителя Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Артем Михайлович, мы закончили нашу первую половину на разговоре о финсерте. Я хотел бы сейчас вернуться к ней же, к этой же теме. Структура эта достаточно молодая и наверняка развивается, развивается достаточно активно. Какие основные вектора или направления вы сейчас видите? Мы с вами поговорили о информационном обмене и оповещении коллег о возможных угрозах и проблемах. Безусловно, рядом с этой темой стоит тема глобального антифрода не только в платежной системе Банка России, но и в платежных системах кредитных организаций, финансовой. Но есть еще одна крайне интересная тема, которая нас интересует, которую мы будем развивать. Это тема создания лаборатории экспертизы, технической экспертизы. Это вещь, которая неразрывно связана с противодействием именно мошенничеству. Потому что в случае возникновения инцидентов, особенно когда речь идет о инцидентах, приводящих к финансовым последствиям, надо понимать, что и как, где, как произошло. То есть правильно реализовать некие процессуальные действия. Да, безусловно. И не просто их реализовать, а правильно задокументировать содержание того или иного носителя информации. Или иногда приходится восстанавливать эту информацию. Вот эта задача, она точно так же будет развиваться. Под это есть у нас уже представление, что мы и как будем делать. То есть какие экспертизы, какое для этого обеспечение требуется. Ну, безусловно, на рынке есть и коммерческие компании, которые занимаются такими вопросами, оказывают такие услуги. Принципиальное отличие нас от этого заключается в том, что да, мы работаем только по финансовому сектору. И да, наши услуги, соответственно, бесплатные. И работаем по взаимодействию с правоохранительными органами. Это не массовый такой вот заказ, но это очень точечные, соответственно, реализации. По наиболее критичным, наиболее важным уязвимостям ситуациям. Да, по наиболее критичным и важным делам. И, соответственно, когда мы точно знаем, что речь идет о возбуждении уголовного дела. Почему для себя приняли решение, несмотря на наличие все-таки этой экспертизы в коммерческом секторе, реализовывать давные услуги? Не хватает качества? Или, опять же, взаимодействие с правоохранительными органами говорит о том, что эта услуга востребована и не реализуется в необходимом уровне? Знаете, вот интерес, точнее, опыт финцерта, чем интересен? Он же не просто так возник из ничего на неопределенном месте. А это опыт взаимодействия, прежде всего, с кредитными организациями нашими поднадзорными и с правоохранительными органами. И у тех и других есть острая потребность именно в такой услуге. Да, у всех правоохранительных органов есть свои лаборатории, которые перезагружены другими задачами. Да, у всех есть возможность обратиться в коммерческую организацию, получить там услуги. Но не всегда на это есть финансы. А в случае с финцертом неожиданно возникла очень интересная ситуация, когда, с одной стороны, мы можем дать техническую экспертизу, на это есть соответствующие оборудования и люди. А с другой стороны, мы можем к этой экспертизе добавить еще и экспертную оценку с точки зрения финансового регулятора. Как, например, была построена схема хищения с точки зрения выстраивания самого финансового процесса или процесса перевода денежных средств. Насколько это соответствовало требованиям, установленным центральным банком, насколько и соответствовало требованиям той или иной платежной системы. То есть, вот такая компетенция, которая в себя включает и техническую составляющую, и экономическую, и банковскую, и финансовую, она для рынка оказалась достаточно уникальной. Да, уникальной. И, безусловно, то понимание отраслевой специфики, наверняка, особенно учитывая стоимость этой услуги. Дело не в стоимости. Тут основную стоимость составляют, на самом деле, кадры. Люди должны быть крайне квалифицированы. Это, пожалуй, один из самых дефицитных ресурсов. Насколько знаем, понимаем ситуацию и видим рынок мы, то кадры – это одна из главных, скажем так, вожделенных целей, что ли. И в то же время больных точек для многих компаний, потому что на сегодняшний день кадровый голод действительно достаточно большой. И есть понимание у Центробанка, собственно говоря, каким образом эти ресурсы привлекать бы, удерживать, как, может быть, построить… Проводить их аттестацию, отбор. Кроме подготовки, разумеется. Вот мы с вами плавно перетекаем к очень важному, на мой взгляд, вопросу. Да, действительно, кадровый голод или кадровая недостаточность кадрового резерва в области информационной безопасности для банков, он очень явно ощущается. При том, что сам по себе рынок, он не очень большой и местами даже перегретый. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда руководители бизнеса, они не очень понимают, какого человека взять, что им нужно требовать от того или иного человека. То есть, когда речь идет о, например, экономической безопасности, там понятно, да, нужен человек, который имеет опыт следственной работы, понимает, как работать по экономическим делам, все нормально. Профиль понятен. Да, а здесь, тем более, когда у организации не очень большие финансовые возможности, это становится большой проблемой. И именно поэтому мы на площадке 122-го технического комитета по стандартизации ведем работу по подготовке рекомендаций в области стандартизации по квалификационным требованиям к персоналу. Мы хотели бы видеть этот документ для трех направлений. Первое направление, да, это некая такая брошюрка для руководителя, чтобы он понимал, кого ему брать и что спрашивать, когда человек пришел на собеседование. Второе, или поставить задачу, соответственно, своему учару, да, чтобы было как бы понятно. Вторая задача, это, соответственно, чтобы руководители служб безопасности понимали, что требовать и как строить работу в части персонала со своих подчиненных. Ну и третий момент, это, безусловно, взаимодействие с обучающими организациями, с учебными организациями. Причем не только в области повышения квалификации или подготовки, но и начального уровня. То есть мы, например, прекрасно понимаем, что когда речь идет о задачах мониторинга, о задачах технического реагирования или задачах генерации, просто генерации ключей, совершенно необязательно, чтобы человек имел высшее образование, но он должен обязательно соответствовать неким другим задачам, неким требованиям. И учитывая, что мы затронули тему требований к квалификации персонала, наверняка вот эта тема с нехваткой квалифицированных кадров, она может решаться иными образом. Как вы оцениваете рынок аутсорсинга информационной безопасности на сегодняшний день? Ну, безусловно, рынок аутсорсинга – это крайне перспективная тема, особенно если мы говорим о малых и средних финансовых организациях. Да, безусловно, там вся основная задача сосредоточена именно в бизнесе, и для них отвлечение из средств и ресурсов на что-то другое крайне нежелательно. Поэтому и здесь мы тоже можем что сказать, у нас готовится отдельный документ по аутсорсингу информационной безопасности. И более того, я хочу... А когда можно ждать его, Артем Михайлович? Слушайте, ну, все то же самое, середина следующей серии года. Но прежде чем его ждать, я хотел бы обратить внимание, что тема и обучения персонала, и аутсорсинга информационной безопасности будет не просто подниматься, а активно обсуждаться на нашем традиционном мероприятии. Это Уральский форум по информационной безопасности, теперь финансовой сферы. И я думаю, что там будут предложены, может, какие-то вещи, которые будут интересны не только нам, как регулятору, но и всему сообществу. И это будет уже восьмое мероприятие. Девятое. Девятое. Девятый форум. Да, девятый форум. Там удивительный формат. Есть ли уже какие-то задумки, чем этот форум может отличаться от предыдущего, от восьмого? В плане содержателя, в плане программы? Или мы оставим эту интригу? Я думаю, что вот некоторые вещи мы оставим в качестве интриги, но на самом деле мы видим там две задачи. Мы все-таки хотим, чтобы безопасники услышали некоторые перспективы не просто от руководителей бизнеса, а от действительно руководителей высокого уровня бизнеса. Ну и темы, такие темы, как мы сейчас обсуждали, подготовка персонала, повышение осведомленности населения о угрозах, аутсорсинг безопасности. То есть это те темы, которые... Это очень актуальная тема на сегодняшний день. Уважаемые телезрители, мы видим с вами, что регулятор прикладывает достаточно много усилий, решая повседневные задачи в области информационной безопасности для кредитных организаций и для всего финансового сектора и рынка информационной безопасности в том числе. Мы понимаем, что при этом все участники, регулятор в частности, сталкиваются с проблемами дефицита кадров и пытаются работать в этом направлении. Артем Михайлович, большое спасибо за интересную беседу. С вами была передача «Популярная безопасность» и ее ведущие Дмитрий Пудов и Сергей Шерстабитов. И напоминаю, что в гостях у нас был Артем Михайлович Сачев, заместитель руководителя Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.